Моя школа существует уже 14 лет, и в ней училось более 2000 человек. Мы ездим во все страны мира в эпоху кризиса и падения курса рубля. Многие поездки в далекие регионы нашей планеты сотруднительны для учениц. А Азербайджан и Узбекистан самые привлекательные сейчас направления, антикризисные. Лететь недалеко, полная смена обстановки, радушный прием, удивительная архитектура, история, общепринятый русский язык, хорошее качество жизни, безопасность, хороший климат. Все это делает именно эти страны сейчас крайне привлекательными с точки зрения туризма. Я бывал и ранее в Азербайджане 3-4 раза, но эта поездка была особенно памятная, потому что она была расширенная и интересная. Ну, я думаю, сочетание моря и города. Мы жили в Баку, это очень красивое географическое положение, Каспий, замечательные пейзажи, очень красивая гостиница «Интуристы», где мы жили. И великолепное сочетание модернистской архитектуры, такие как центр Гейдара Алиева и старинной архитектуры, средневековые здания, девичья башня, всевозможного рода медресе, которые дают нам полное погружение в один из важных пунктов шелкового пути, каким старину являлся Баку. Это очень элегантное, мудрое, стройное, которое поддержало меня крайне высоко. Мы сейчас планируем выставку моей коллекции, а мы сейчас находимся в Москве, как раз на выставке моей коллекции в Музее Москвы, которая называется «Москва. Революция и мода» совместно с Музеем Москвы. И в центре Гейдара Алиева мы планируем очень большую ретроспективу касательно футуризма и моды. Это была отчасти идея вице-президента Азербайджана. И я очень счастлив, что я нашел человека, который неравнодушен к моде. Потому что в России, к сожалению, в правительстве сплошь мужчины. И им мода неинтересна. Я уверен, что в Азербайджане я добьюсь большего. Я считаю, что это очень хорошее дело. И я уверен, что он на большой высоте. Женщины в Азербайджане очень модничают, очень хорошо одеваются, стараются краситься, стараются очень следить за лицом, за фигурой. У вас очень много спа-салонов, всевозможного рода массажей. Это делает, конечно, женщин привлекательными. Конечно, есть сходство между характером архитектуры Иды в Азербайджане и в Азербайджане. Это меня не удивляет, потому что одни с одной стороны Каспия, другие с другой. Это не может быть тотально различно. Ну, конечно, другой язык. Хотя тоже тюркской группой. И я говорю по-турецки, поэтому мне было очень легко в Азербайджане говорить. Это традиция. Если это традиция, то, конечно, возможно. Мы же не можем отказаться от традиций, особенно в мусульманской стране. Ну, смотрите на меня и сочетайте. Все, все, что было можно, все, что мне подарили. Но я не собираю вообще фольклор, поэтому в коллекцию этот музей никогда не войдет. Я собираю моду, я не собираю народные костюмы как таковые. Но для моего личного гардероба, конечно, я ношу и эти шарфы, и эти халаты, и шапки. Но только это не будет в музее. На выставке «Москва. Революция и моды» в музее Москвы представлено около 80 силуэтов женских и мужских костюмов, которые покрывают исторический период в 20 лет, 10 лет до революции, с 1907 по 1917 год и 10 лет после революции. Цель сравнительная – рассказать о том, как одевались люди в канун революции, каковы были главные тенденции, что интересовало модниц, в смысле тканей, мехов, отделок, аксессуаров, обуви, шляп, и что интересовало после. Ведь главной переломной частью этого момента была гражданская война. И, соответственно, голод и недостаток всего. Дефицит – это та часть культуры, которая была неразрывно связана со всей историей СССР. И в эпоху дефицита очень многие ткани были недоступны для модниц. Да и сами модницы в большинстве своем после 1917 года либо уехали в Париж, либо в Берлин, либо в Константинополь, либо были расстреляны большевиками, либо сосланы в Сибирь. Поэтому сама идея моды стала на другие пролетарские русла. Это не значит, что женщина из деревни или из заводских окраин не может быть модницей. Конечно, может быть, но в других культурно-экономических условиях. Ей было трудно понять, трудно работать с фигурой, а главное, у нее не было никакого опыта. Поэтому нэпмэнши, которых мы изучаем в период 1920-х годов, одевались, но чаще всего, в перешитые вещи. Для этого брались старинные платья, перекраивались их юбки, распарывались и создавались какие-то новые, угодные уже советскому периоду наряды. Платья, которые представлены здесь, поражают своей сохранностью, уютом, ну и, конечно, великолепными цветами и тканями, которые поражают все те сотни и тысячи людей, которые посещают эту выставку, открытую до 21 мая. Надеюсь, что и вы будете в их числе. Спасибо.